МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время по литературе лауреатом стала белорусская писательница. Если еще весной этого года большая часть россиян угроза со стороны исламского государства не казалась столь очевидной, то теперь это мнение в корне изменилось. Согласно результатам опроса, опубликованным в четверг Левада-центром, большая часть россиян положительно относится к нанесению ударов по позиции МЭГ в Сирии российскими ВВС. При этом большинство респондентов не исключило, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в новый Афганистан. Россия теперь уже официально ведет военную операцию в Сирии. Каждый день российские самолеты наносят авиаудары, а телевидение отчитывается об их успехах. Что же думают по этому поводу обычные россияне? Положительно отношусь к тому, что помогает в Сирии, потому что, опять-таки, террористы, зачем они нужны? Если они сейчас там очень сильно разовьются, потом они смогут совершать теракты и в Европе, и в России. Нерепрезентативный уличный опрос Deutsche Welle показал, что мужчины скорее поддерживают участие России в сирийском конфликте, а вот женщины чаще чувствуют беспокойство. Не туда мы лезем, не надо. Все какая-то помощь. Ну, сама страна, наверное, правительство должно как-то тоже немного думать и о народе, и вообще. Как-то страшно немножко, потому что как бы все-таки Сирия, да, и, соответственно, удар нанесут, ну, в России мало ли. Как-то, не знаю, не хотелось бы этого, конечно, чтобы война какая-то была там. Последние опросы Левада-центра показали, что за последние две недели общественное мнение изменилось. Если в конце сентября только 40% россиян одобряли политику Кремля в Сирии, то после начала активных боевых действий уровень поддержки вырос до 70%. Выросли и симпатии к Башару Асаду. До операции его поддерживали 36% россиян, сегодня 50%. Мы спросили, возможен ли новый Афганистан в результате вот этих всех действий. И даже те россияне, которые считают, что Афганистан новый возможен, то 30% из них, нет, даже больше, около 35-40%, они считают, что нужно все равно поддерживать войска правительства Сирии. Московский корреспондент Berliner Zeitung Кристиан Эш заметил, что государственные телеканалы видят Сирию в первую очередь как поле противостояния России и США. Об отношениях с Америкой говорится не меньше, чем об исламском государстве. Я посмотрел воскресную программу с Дмитрием Киселевым. Там речь идет скорее об Америке, чем о террористах исламского государства. Живущий в Москве немецкий политолог Йенс Зигерт не сомневается, что такого рода пропаганда воздействует на массовое сознание. С самого начала воздушной операции телевидение сообщает о том, как хорошо работают русские военные в Сирии, каких успехов они добиваются в борьбе с исламским государством, насколько они лучше и быстрее американцев. И опыт войны на Украине показывает, что такого рода массивная медиакомпания в России может работать. Но широкая поддержка среди населения возможна только пока нет жертв, утверждают эксперты. Если же российская армия начнет нести потери на Ближнем Востоке, вряд ли Кремлю удастся объяснить людям, зачем это нужно. Все-таки Сирия гораздо дальше, чем Украина. В четверг Верховная Рада предварительно одобрила ряд законопроектов, которые могут приблизить Украину к безвизовому режиму с Евросоюзом. Так, в первом чтении был принят законопроект о Национальном агентстве по борьбе с коррупцией. Эффективная борьба с коррупцией – одно из ключевых условий ЕС для введения безвизового режима. Подробнее о сегодняшнем решении украинских парламентариев Александр Голубов. О важности этого голосования Верховной Раде говорили как в Киеве, так и в Брюсселе. Украинское представительство Евросоюза даже выступило накануне со специальным заявлением. В нем народных депутатов призвали принять в первом чтении ряд законов, необходимых для визовой либерализации. А с украинской стороны надавить на парламентариев попытался Арсений Яценюк, лично приехав в Верховную Раду. Вы должны осознавать, что сейчас в Европейском Союзе достаточно сложная ситуация с миграцией. Российская военная операция в Сирии и сотни тысяч мигрантов, хлынувших в Европейский Союз, не добавляют политической уверенности в том, что все политические силы в Европейском Союзе будут единогласно уступать за введение безвизового режима для Украины. Провал голосования означал бы, что Украина не сможет выполнить все требования Европы до конца года, когда будет готов очередной отчет Еврокомиссии о выполнении обязательств. В таком случае вопрос введения безвизового режима СЕС вновь был бы отложен на неопределённый срок. Очевидно, что парламент обязан их принять. Очень важно сделать это оперативно во время нынешней сессии в течение этой сессионной недели и уже в первую неделю ноября. Эти законы, по сути, стали очередным шагом по синхронизации украинского и европейского законодательства. В этот раз в сфере возвращения активов, конфискации имущества, полученного преступным путём и распределения полномочий правоохранительных органов. Фактически эти проекты, которые выносятся сегодня на голосование, это продукт очень серьёзной общей работы украинских и европейских экспертов. Проблема с беженцами в Европе при этом вряд ли сможет повлиять на введение безвизового режима так, как это может сделать пренебрежение техническими требованиями ЕС. О том, что Украина должна сосредоточиться на выполнении именно своих обязательств, говорят эксперты в Брюсселе. Это соглашение подписано, так что если условия будут выполнены, будут сделаны определённые шаги. Кризис беженцев не будет иметь особого влияния на европейскую сторону, так чтобы она отложила имплементацию соглашения. Однако требование ЕС не ограничивается лишь законами, которые к тому же придётся принимать ещё во втором чтении. От Украины ждут их успешной имплементации, а также реальной борьбы с коррупцией. В этом плане Киев пока может похвастаться немногим. Светлана Алексеевич, белорусская писательница, которая пишет на русском языке, в четверг стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. На престижную награду в этом году были номинированы около 200 писателей. Светлана Алексеевич стала 14-й женщиной в истории, удостойной Нобелевской премии по литературе. По словам Сары Даниус, постоянного секретаря Шведской академии, премия Светлане Алексеевич присуждена за её многоголосое творчество, памятник страданию и мужеству в наше время. Даниус подчеркнула, что за нового Нобелевского лауреата проголосовали единогласно. Не часто в последние годы Нобелевская премия по литературе давалась так заслуженно, как сейчас Светлане Алексеевич. Потому что она не просто замечательная писательница. Её голосом говорит народ, её голосом говорят женщины, потерявшие своих сыновей в Афганистане, чернобыльские дети. Она продолжает великие традиции белорусской и русской литературы, которая всегда была внимательна к маленькому человеку. 67-летняя белорусская писательница и журналистка работает в жанре документально-художественной прозы. Её перу принадлежат книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд». Некоторые из них переведены более чем на 20 языков мира. Светлана Алексеевич — это человек, который всегда держится немножко в тени за своими героями. И её писательская гениальность заключается именно в том, что она помогает этим героям найти своего слушателя, своего читателя. Светлана Алексеевич уже несколько лет подряд считалась фаворитом на получение Нобелевской премии по литературе. В копилке писательницы более десятка других премий. Например, премия «Ремарка», «Национальная премия критики», «Премия мира немецкой книготорговли». Нобелевскую премию Светлане Алексеевич, как и всем другим лауреатам, вручат 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Казалось бы, футбольные страсти из-за коррупционного скандала в FIFA улеглись ещё летом. Но в этот четверг было их продолжение. Президенту FIFA Йозефу Блаттеру запретили хоть как-то представлять эту организацию, действовать от её имени или общаться со СМИ в качестве представителя FIFA. Почему? Об этом в новостном обзоре. Комиссия FIFA по этике на 90 дней отстранила от исполнения обязанностей президента организации Йозефа Блаттера и её генерального секретаря Жерома Вальке, а также президента УЕФА Мишеля Платини, который считается основным претендентом на пост главы FIFA на предстоящих выборах. Это связано с расследованием по обвинению в коррупции. Киев поднял вопрос о проведении экстренной встречи трёхсторонней контактной группы в связи с обстрелом украинских военных в Донбассе. Инцидент произошёл в среду, в результате пострадали четверо военнослужащих. Патруль наблюдателей ОБСЕ прибыл на место происшествия и зафиксировал инцидент. Армия Сирии при воздушной поддержке ВВС России в четверг начала масштабное наступление на западе страны. Дамаск считает террористами не только боевиков исламского государства, но и оппозиционное режиму Асада силы, которое поддерживает Запад. Их позиции также были обстрелены в четверг. Турция может пересмотреть вопрос закупок российского газа в связи с нарушением её воздушного пространства ВВС России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Объяснение инцидентов российской стороной он назвал неубедительными. Астронавт из Канады Крис Хэдфилд в пятницу выпустит альбом из 12 композиций, которые он написал во время пребывания в космосе. Музыкальную известность астронавту принёс его кавер на песню Дэвида Боуи «Спейс Орити», который Хэдфилд опубликовал на Ютюбе. Кстати, в этом году в России вышла книга Хэдфилда. В руководстве астронавта по жизни на Земле он рассказал о своём страхе высоты, годах тренировки и общении с русскими. ДВ Новости расскажет о развитии событий завтра, в том числе и на каналах наших партнёров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова